Здравствуйте, с вами был Влог Ничего Святого Сергеем Паярковым. Я тот художник, который может обидеть каждого. Есть чувство, что я живу в книжке, которую я уже прочитал. Ну вот, как бы начинается какая-то пьеса, а тебе уже кто-то на ухо шепнул, вот что, убийца будет садовник. И, в общем, ты уже знаешь, чем закончится. Если вы читали много книжек в молодости, то вы уже эту книжку, в которой мы живем, читали, и причем даже не одну книжку, разные книжки разных авторов, потому что то, где мы живем, это уже было, нам про это рассказали, это происходит в наших глазах, мы знаем, чем закончится. То есть это не делает неинтересным все-таки продолжать смотреть пьесу, но если вы читали Оруэлла 1984 или Скоттный двор, то вы понимаете, что мы живем сейчас в этой книге, потому что Путин – это носитель сценария Джорджа Оруэлла. Если вы читали книгу Войновича «Москва 2042», то вы просто поражены тому, как автор сумел, да Ванга нервно курит в сторонке, она просто сопляжуйка, не предсказавшая ничего интересного в своей жизни. По сравнению с этими авторами, вот кто предсказал. Я когда со смехом смотрю на экстрасенсов, у меня товарищ один, он коллекционировал одно время предсказания, то есть у него была целая подборка, что предсказали и что случилось. Это без смеха, это можно 10 блогов записать, так навскидку помню пример, когда Глоба сказал, что Саддама Хусейна никогда не найдут, и что там это самое, вот тут же через два месяца Саддама Хусейна находят, там через полгода его вешают по приговору суда. Понятно, что дураки не запоминают, что предсказал Глоба, но мы-то с вами не идиоты, мы же с вами читали Оруэлла и Войновича, и мы с вами задаемся только одним вопросом. Ну хорошо, ладно. Путин не читал в детстве книжек. Янукович тоже не читал в детстве книжек. Зеленский тоже в детстве книжек не читал. Ну я имею в виду опять, что такое не читал. Давайте терминологический листок, перед написанием закона всегда пишется терминологический листок. Я вырос во дворе, где жили дети Киевского государственного университета профессуры, то есть все мои друзья детства, это дети профессоров КГУ. У меня не было ни одного знакомого в детстве, то есть вот в нашей компании, где я был, не было вообще ни одного человека среди нас, кто до 20 лет прочел меньше тысячи книг. Таких не водилось. Были полторы, две, две с половиной, потому что чтение книг, это был океан, в котором мы плавали. Мы иначе не представляли себе жизнь. Я понимаю, что те, кто добрались до власти, книг в детстве не читали. Я понимаю, что они искренне удивляются сценарию, в котором они живут. Для них Орвелл и Войнович это какие-то непознанные планеты, где-то в Альфе Центавра, там сразу за Альдебараном. То есть это люди, которые патологически безграмотны, но уверены в том, что они познали жизнь. Они не то, чтобы совсем тупые окончательно, они даже знают какие-то базовые вещи в политике, ну им пришлось узнать, они не клинические идиоты, но они по верхам вот так изучив ситуацию, у меня такое ощущение, что все до единого пришли к выводу, к одному и тому же выводу, друзья. Вот у Саддама Хусейна не вышло, вот у Гитлера не получилось, вот не вышло у Муссолини, вот не смог Чаушеску, а я ядрен батон сумею, потому что я умнее. Так думает Путин, так думает Зеленский. Я не знаю, насколько жена Зеленского ассоциирует вообще в сегодняшний день с историей, потому что, мне кажется, она значительно умнее мужа, и она знает, чем закончила Ева Браун, Клара Питачи, и же с ними. Может быть, ей даже не надо гуглить, чьи это имена и фамилии. Очень часто за каким-то добившимся чего-то человеком стоит, ну, женщина, которая является движущей силой, его характером. Таких примеров масса. Но я думаю, что ни у Путина, ни у Януковича, я не знаю насчет Зеленского, просто не изучал этот вопрос, мне это не очень интересно. Вот у Путина с Януковичем такой женщины, вот как у Чаушеску, собственно, не было и быть не могло. Они болваны самодостаточные. То есть, их безграмотность, при том, что они не могут считаться людьми глупыми, ну, вот глупыми-глупыми. Ну, потому что там Сталин был не образован, он был не учен, он понаделал кучу идиотизмов и, собственно, из-за глупости Сталина развалился Советский Союз. Так вот, Зеленский сегодня, как и Путин, как это ни странно, оба являются персонажами вот этих антиутопий, этих пьес, этих романов, которыми мы зачитывались в нашей ранней молодости. То есть, мы читали, мы узнаем персонажей, мы видим сюжетные линии, как они пересекаются и как они напоминают то, что мы уже знаем. Мы читали эту книгу с вами. И мы прекрасно понимаем, чем закончится. Что на могиле диктатора будет совершен суд истории. Его могилу заплюют, ну, как Сталина выкинули из Мавзолея, ну, пока Сталина, как и Ленина, не выкинули окончательно. Они, ну, как отрыжка истории, еще грохочет эхо их отрыжки в наших ушах. Они ушедшие персонажи и они уже ушли в мусорник истории. То есть, не в пантеон. История такая штука, где есть пантеон истории, а есть сортир истории. И вот исторический персонаж, он или возносится туда вот, в пантеон, или тонет в выгребной яме истории. Вот Гитлер, там, Муссолини, всякие полпоты, да и Мао Цзэдун, в принципе, это культ Мао Цзэдуна, такая инерция Китая. Это тоже помойка, это тоже сортир истории. Наш Зеленский, это, как его сейчас называют в России, мне очень нравится это название, они его называют главарь режима, злобный главарь, там, там, там. Но на самом деле, Зеленский, это чушок, который дрожащим голосом, потея от страха, еще недавно извинялся перед Кадыровым. Люди не меняются во взрослом возрасте. И если ты в детстве не прочитал вот этих, там, пару тысяч книжек, ну, кому-то, кстати, даже достаточно 500. Я знаю людей, которые просто правильных книжек, там, 500, 600, 400 прочли, и у них уже в голове сформировалось видение мира. Когда-то с покойным Храбчуком, Леонидом Макаровичем, мы общались, я очень благодарен ему за ну, вот, то длинное общение, которое он мне дарил. Он очень многие мне вещи рассказал. Ну, не буду его громко называть своим учителем, но глазаоткрывателем каких-то вещей я бы его все-таки назвал. Он очень правильно и много объяснил мне каких-то жизненных вещей. И когда-то мы общались в одном, ну, в Киеве, в оперном театре мы случайно увиделись, очень долго общались, кстати, ну, достаточно незадолго до того, как он ушел. Вот. И мы говорили о том, что вот если политик, если государственный деятель не прочитал в жизни вот достаточного количества книг, он не сможет справиться с, успешно справиться с управлением страной. Он страну никуда не выведет. Он ни к чему ее не приведет. О том, что без вот этой базы, без вот этой вот основы не получится результата. Дед очень жалел, что он тогда пошел на эти досрочные выборы с Кучмой, потому что в принципе по ядерному оружию у него была идея, как это красиво распетлять. Ну, в общем-то, отдать всю вот эту большую ядерку, дорогостоящую, на которую у нас не было денег. У Украины не было денег ее содержать. И оставить под контролем западных опять-таки партнеров, ну, где-то, возможно, какую-то часть под контролем российских на тот момент партнеров, часть, которая бы полностью подконтрольна нашим союзникам, которые подписывали Будапештский меморандум, полностью им подконтрольна была бы на территории Украины. Но тогда опять украинский народ сделал свой исторический выбор. Нашим президентом стал Кучма. И тут дело не только в отрезанной голове Гангадзе. Это, можно сказать, была минимальная из всех потерь. Если так, по гамбургскому счету. И дальше это закончилось Януковичем. Ну, и, собственно, сейчас это у нас расцвело в виде Зеленского. Поэтому, друзья мои, вывод такой. Нельзя выбирать, управлять государством тех людей, которые не прочитали в детстве достаточное количество книжек. Тех, у которых нет просто общего образования. А что такое глобальное такое академическое образование? Когда у человека есть базовое понимание в большом количестве направлений, он приблизительно непрофессионально приблизительно понимает, как работает государственное управление, как работает экономика, как работает право, как работает вот это, 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 это. И он, понимая, что он не может быть специалистом во всех областях, он четко понимает глубину своего непонимания процесса целиком. И поэтому он четко понимает, что ему не хватает знания в каждой из областей, и ему надо позвать, помочь специалиста. И умение этого специалиста выбрать делает государственного управленца государственным мужем. Это то, чего не хватало и не хватает у нас уже много лет. Исправляться с этим как-то не получается. И, наконец, друзья мои, недоразвитость избирателя в общем-то, это и есть главный корень наших проблем в масштабах государства. Поэтому, прошу вас, оставьте ваши комментарии, не забывайте подписываться на мой канал, ставьте лайки. А победа в этой войне, ну, просто по законам исторического материализма, все-таки будет за нами, потому что, и не в последнюю очередь, потому что за каждым из нас персонально и обязательно не сржавеет.